всем привет дорогие друзьями зовут дмитрий мы сестую продолжаем играть horizon продолжаем мы с тобой дошли до клада доклада смерти мы сегодня в накладе будем ходить тут что-то изучать я краем глаза ребят подсмотрел тут должен быть элемент топлива то есть нам нужно пять элементов топлива добыть чтобы достать самую лучшую броню в игре 3 мы достали нам еще 2 то есть она одна вот здесь в кладе смерти будет а другая там где-то хрен знает и там там в утробу матери надо будет нам опять спускаться что-то куда-то туда чё на здесь все нормально нормально вот так что ребята все еще не скоро так у нас здесь по долго зараженная она здесь вообще понятно а им все равно здесь я разобрал их машину им все равно битва застывшая во льдах и во времени ты это видишь сайленс сайленс так так великолепная информация а скажу откровенно для меня было честью служить с этими танками приготурятся к бою манапр... манапр... что именно все эти солдаты здесь погибли люди гибнут каждый день найди что-нибудь заслуживающее внимание ну да реально каждый день люди гибнут операция свобода тут хрень короче она пролезла чтобы это не было закончилось все плачевно сюда своей рукой и туда короче ребят сюда короче говоря пролезла падла все пробило так нас куда-то туда ведут здесь видимо спали солдаты похоже на общий дом сердце матери третий бой за калифорнию марин рой шел с тихого океана и не знаю то ли местное ополчение то ли ребята из безумной 15 подпалили мусорное пятно все море полыхало это было как по ботам в первом эшелоне стекал горящий шлам мы выиграли час-два долбили их на берегу а потом рой перестроился мы заманили их в глубь суши по городским кварталом били электромагнитный стандартная тактика когда я была в калифорнии мне было лет пять шесть там обещание как тот винтажный фильтр для социалок который все ставили в сороковых запись первому бою на восточном побережье мы долго готовились это было еще до калифорнии моря и по востоку прогнозы были куда хуже три недели нас гоняли в какой-то прибрежный городок чтобы мы тренировали ополченцев все время шел дождь ведь европу целый квартал и сборных казарм их печатали вплоть до того момента пока не ударила основная группировка полченцами мы проводили занятия на их родных улицах и делали вид что если они усвоят приемы смогут умереть где-нибудь в другом месте уже всего что некоторые в это верили и спрашивали нас про новый рассвет как будто мы знаем больше них честное слово чем дальше тем больше мы сами походим на ботов только вот они с каждым двоим умнеют насчет нас я не уверен это и мне приказали напомнить вам про параграф 115 устава базы про нецелевое использование процессорных циклов а конкретно про пункт 115 c голографические симуляции не связанные напрямую с боевой подготовкой будем слушать ребят аудио дляться подолгу воевать все труднее рой научился предугадывать наши действия нас стало меньше каждому прям не скалывать за 10 как семейный бизнес тяжелые времена только это не семья тем нет рядом я пытаюсь разглядеть наше прошлое в глазах других людей я помню когда они еще были рады нас видеть когда еще была надежда теперь ее все меньше я уже не узнаю места которые мы обороняем я сражаюсь не за них я сражаюсь за тебя за обещанный новый рассвет чтобы это не было спасибо за письма на службе время летит быстро за четыре месяца уже сколько 20 высадок по всему западному побережью с нами тут рекруты из гражданских щуплые мальчики и девочки никакой подготовки вот он излучатель увидите бота стреляйте но все равно как-то держится ребята надеюсь это показали в новостях пусть люди знают у нас все-таки есть шанс это был железный мир видимо они так привыкли так короче да послушали там эти все рассказы ребят нам куда туда не туда понятно всего одна кровать может это комната их вождя капрал сайра это сасаса сарае сарай сайра мои текстовые читать не будем с тобой мы не умеем читать мои тексты и не читаем нам суда что ниже не поймешь через не фонарика нихрена нет чё фонариков что ли нет за мне красный свет видимо нет питания красный свет дороги нет я таких с самого детства наверное какой-то шифр может мне просканировать объекты в этой зоне вверх-вниз влево-вправо вверх-вниз влево-вправо вверх-вниз влево-вправо влево-вправо три кабеля три источника это первый т так провода идут к источнику питания да я понял вверх-вверх-вверх-вверх влево-вниз влево-вниз да куда ты блять лучше все уже давали еще один где он вверх-вверх низ низ так содержит информацию на строк для доложить специалисту gt содержит формацию настройка опиранием спрашивали как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы в общем то птица летит на север летом на восток весной на запад осенью и на юг зимой услышать поэтическое послание природе из уз техника майка я как всегда не понял и на юг зимой вниз влево вправо вниз еще думаешь я тупой что ли такой на север это вверх на восток это направо запад у нас слева и говорят на юг вниз короче я же не такой тупой ребят я знаю где восток запад об топливный топливный этот нашли еще один ребят надо еще четвертый найти они не ищут ответов только оружие а 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 beyblade ой помер а еще а хорош ну все как бы сказал был что сложно сказал бы что было легко кто-то бы сказал что надо поставил сумму я скажу что стелс детства баку так пойдемте меня уже много вещей это хорошо как я думал там особо ничего нету и стать танки до стояли а у них смотрите здесь танки стояли несколькими этапами то есть гараж был некий ведь тут он вот танк раз нам 2 танк 3 там 4 есть типа гаража что-то было да получается да отчет виде какого-то гаража обслуживание что-то как мы здесь все взяли тут взяли тоже танки кругом танки не надо сюда никуда непонятно 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 вот запрыгнул не знаю просто запрыгнул ребят так лучше я знаю что шлю весточки слишком часто просто я горжусь тобой все тобой гордимся нас переселили на 10 километров вглубь материка на всякий случай школа пока работает слежу чтобы андрос и реджи делали уроки нам не говорят где ты сражаешься но когда над нами пролетают транспортники дети выбегают и машут я верю в тебя я знаю мир уже никогда не станет прежним но я верю в тебя я верю в нас эймс я уже не знаю жив ли ты мне приходят письма якобы от тебя но они какие-то как будто их склеили из обрывков фраз и ты не упомяешь ничего из того о чем я говорила это зона сдерживания противогаз бунты одна земля то что случилось это эти роботы они даже не могут мне ответить напрямую жив ты вообще или нет говорят раз сообщение тебя приходят значит ты еще боеспособен так нечестно и нечестно что тебя не будет со мной рядом когда все кончится знаете что мне не нравится голосовых искажение вот этот идет спасибо тебе за письма на службе время быстро сколько уже три месяца работаем вместе с рекрутами подобрали из гражданских но все равно как-то держится ребята с 6 батальоном завалили горы надеюсь это показали в новостях люди знают у нас есть шанс надо только время для нового рассвета да склеена склейка может слышать операции теперь для подолгу и каждому приходится вкалывать за десятерых это как семейный бизнес я вижу тебя в глазах других людей они были рады нас видеть еще есть надежда я сражаюсь за тебя да это склейка ребят мы слышали разговор его отчет о состоянии лейтенант фиона мюрл командир 9 механизированной бригады на боевом духе личного состава все также негативно сказываются боестолкновение с чумой пару в особенности когда эти столкновения происходят в районах где идут тяжелые бои с участием ополчения масштабы характер потерь понесенных ополчением и гражданскими лицами в этих зонах невозможно описать и картина породает бойцах подразделения давящее чувство безысходности поэтому я еще раз настойчиво прошу чтобы 9 механизированную бригаду временно передислоцировали на объекты имеющие ключевое значение для нового рассвета как учет к эта информация у нас есть давайте посмотрим что это это карта карта чего мира планеты земля и лой мир не плоский как ты думала с чего бы мне так думать когда случается затмение тень на луне кривая значит мир шар и вот так он выглядит издалека обсудим это в другой раз не отвлекайся роботы фара заполонили мир пожирая все на своем пути и как-то элизабет их остановила пока не стало поздно но как ну что съели эти те кто топят за то что якобы у нас до сих пор есть люди которые думают что земля плоская она рассказала то что тень на луне то есть когда затмение луны дал ты но но если но вечером посмотреть она же месяцем полумесяцем то есть полукруглая если земля плоская почему же тень от земли на луне оба круглая вот так вот задайте ребят вопрос тем кто верит в плоскую землю ого это вот самое главное это было да видимо здоровая вот эта дрянь охренеть она здоровая да затмение со своим железным весом они же не решили его пробудить поберегись еще один хопиш и он двигается а и 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 все будет хорошо нет до и и и 10 и еще один хопишь и он двигается так все надо уходить пошли вниз здрасьте мужчина давай быстрее блять а че не взорвался? а взорвался а подожди ты че охренел? мне вот с этими дядями бы сначала разобраться чтобы они вот с этими их крутыми этими мне нравится как они делают эти ребят перекаты мне нравится как они делают перекаты блять дебилы тупые да господи да иди в сраку блять дебилы кусок сракатан на тебе да иди в сраку блять да иди в сраку блять да иди в сраку блять я прям ухланило танцую специально вот это вот что у нас? подожди раз там сдохнешь нет ли сколько им там урон на днести охренеть а все снесли так короче ты блять какой отъебись так слышь ты падла ключи охренеть у него только пол хп осталось это что было а куда им стрелять непонятно да ребят куда надо стрелять а куда непонятно куда тебе стрелять-то алё алёш повреждение огнем либо этим понял огня он не любит перегревать он сук ну как быстро спрятал так почему странно что-то эти ракет нельзя никак уничтожить это очень странно опять перегревать то есть зря кстати говоря и бомба да получается использовал зря и ресурсы на них только тратил зря и только ресурс получать стратил значит тем солдатам приходилось сражаться с сотнями таких роботов прикинь ты не взорвешься чете весь 6 металла спираль заражение спираль холода спираль рукопашки на самом деле брать тут мне не особо есть что он несложный был как бы небо огни жара нужно ребята больше что не взяли зельку не взяли короче говоря этот падла вот эту здорово рожа ребят только рожа сюда проникла и и при новом рассветом каким-то импульсная наркота оружие она уничтожает видимо не только плохих роботов и хороших в общем накрыла всех а может и людей тоже применение так 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 огни жара хотя бы нашли хотя мы в принципе тусу сумму который у нас было мы не установим ночью поделал что здесь ничего понятно ничего понятно это видимо для того чтобы я бегал а я не бегал ребят я просто ел его хреначил я просто решил не бегать о чем анти почему я это не унесу огни жар чуть набрали блин огнежарка шплин зря я вот этими бомбами липучками по нему начал хреначил она был просто разогревать урагу просто ребят разогревать и все он несложно убивается ну ладно темно 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 хотелось бы светлее 1 думаю здесь особо уже ничего нету у нас здесь огни жар есть пять штучек всего лишь когда мне придется что-то выбросить так у нас чё кстати говоря по инвентарю еще семь ячей кисть давайте посмотрим совещание какой-то видим было спасибо доктор собак садитесь что за что благодарить вы ее слышали доктор собак четко обрисовала ситуацию генерал и предложила нам выход мы должны быть благодарны это же я просто господи может обсудим вне сети никакого обсуждения не будет вы видели расчеты фара обеспечит финансирование но на его деньги не купишь время необходимое для завершения проекта время мы будем покупать кровью какая чушь модернизируем флот взломаем как-нибудь коды вы что не слышали ваша армия роботов теперь ничего не стоит среди хакеров это трой хищник высшего порядка он легко перехватит управление любой вашей автоматикой но это мы что бросим гражданских мясорубку послушайте противник воспроизводится быстрее чем мы можем его убить и пожирает биомассу вместо топлива новый рассвет единственный выход а ну то есть раздадим всем гражданским у кого хватит сил по рельсотрону покажем куда нажимать и отправим на фронт и вы думаете они пойдут да если будет за что сражаться за новый рассвет секретное супер оружие которое нас спасет только если человечество сумеет выиграть время для доктора собак и ее команды в файле который я вам рассылаю изложен план операции свобода операции это же преступление да неприятно но хоть что-то альтернатива хуже доктор собак я реквизировал для вас списанный космодром штате юта в качестве базы для нового рассвета места там много когда приступите я отправила вам список альфа и бета кандидатов большинство живут в других странах или на корпоративных владениях что осложняет не волнуйтесь получите своих спецов даю слова хорошо космодром что это такое что эти люди делали что делала элизабет наверху спутник да наконец запуск путников теперь надо только найти этот их космодром я выяснил где он и это хорошая новость а плохая космодром прямо под цитаделью дворцом карха тьмы в столице карха тьмы мне там не будут рады во дворце полно агентов затмения причем не рядовых так что у многих будут визоры если они тебя увидят а это же он снова прикажет тебя убить и на этот раз на тебя ополчится вся армия карха тьмы так отключи их визоры ты же уже так делал все не так просто много визоров в одном месте они сообщаются друг с другом и с аидом там целая сеть сеть как это представь что визоры соединяет огромная невидимая паутина который с конца в конец опоясывает всю землю она позволяет им постоянно общаться даже на больших расстояниях понятно так что можно как нибудь это паутину срезать обрушить сеть дерзко да это возможно есть одно слабое звено показывай я отправлю точку на твой визор иди туда будешь ближе к месту сообщу тебе подробности интернет ребят сейчас будем отрубать что за оружие придумала елизабет она остановила машину но они успели разрушить ее мир и ее цивилизацию нельзя чтобы это повторилось как не теперь отсюда спуститься это так будет весело так одно очко дали максимально здоровье величина двадцатый левел ребят катаемся на себя на мен пугало прокатилась бы еще только очень уж долго туда подниматься так андре из указанного сайлом место что это за место ебать где это о господи конечно в самой жопе а где ищут ну благо у нас тут есть немножко это fast travel и небольшие найдемте ребята доберем сейчас до туда и там наверно где-то рядышком закончим на эту серию штурмовать дворец карха тьмы будем уже в следующей серии получится у нас не получится не знаю но быстрее грузись компьютер слабо ребят не грузит ни хрена как нам просто туда по прямой до получается в принципе в принципе да принципе нам по прямой дворец этот город солнце кстати а тут получается недалеко карха тьмы что ли них свой дворец то есть это город солнца тут далеко у них свой дворец этого непонятно непонятно ребят выраженный коршун не пожалуй я не буду с ним связываться а чё никакого кострата нет я бегу бегу я думаю может это костерчик будет не костра ни хрена оптом тут сражается а там вот костер как раз кто там а это карха тьмы сразу на меня переключились а и машину замочили я им сразу стало интересной я им сразу стал интересен так а костер то где то костров нету и ни одного то два сразу там рядом кстати вот 1 и там 2 вот здесь вот кстати говоря сразу переходишь да и там сразу второй костер кто-то опять же спросит отчет им на коняшках не ездишь там не не лених это как вон приручать мне как-то проще бегом добежать я не знаю хотя дам коняшки быстрее так нам куда вообще да на коняшки ребят быстрее но мне как-то проще чё нам так лезть так как-то проще да пока приручишь блин пока их найдешь да я лезу я туда лезу к а карха тьмы у них где-то там до сверху слава богу она сама принципе лезет ребят она то есть сама цепляется просто я жму w все в принципе она сама знает куда и там цепляться за что вот ведь я даже я даже не знал что надо вправо на чьи влево она да хренеть здесь высота хочу карха тьму вы кто а вы кто не знаю не сканируется ах охренеть мы залезли ребят у девчонку я девчонка и ливаю не про меня эту девчонку найти хотят либо не про меня не понял ладно погружение в эти давайте добежим еще 400 метров будет там где-то у нас это костер то или не будет металлический цветок модель 3 металлический цветок модель 3 костер есть вот у на этом костре сохранимся все очень ряд следующей серии мы пойдем погружение во тьму делать погружаться будем во тьму там что рга ждет есть вот к чему вас это приведет я не знаю возможно мы уничтожим весь мир возможно нет посмотрим уже в следующей серии все все увидимся с тобой уже следующей серии всем до встречи всем пока